Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин С помощью собак они тупо зарабатывают деньги А теперь понимаете, ни денег, ни собаки И у ребенка горе Я боюсь, я стараюсь помочь тебе Не лиши нос Не стыдно тебе на меня смотреть Мужик, ну хорош Да, я хорош, это правда Я много раз вам говорил о том, что Ни в какие совпадения я не верю Но это не говорит о том, что совпадения В жизни не случаются Конечно случаются, люди находят свои Автомобили, находятся какие-то Дорогие вещи и даже Домашние питомцы возвращаются К своим истинным хозяевам Именно такое совпадение и случилось С моей подписчицей Ольгой Она купила собаку, правда осталась и без собаки И без денег Именно к этому совпадению есть определенные вопросы Ольга, здравствуй Влад, здравствуйте, проходите, пожалуйста Давай знакомиться, как зовут? Ваня А меня Влад Как все дела? Хорошо Ну, ясно Ванюш, иди пока в комнату посиди Нам надо с дядей Влада поговорить Где можем поговорить? Проходите на кухню, не разувайтесь Ой, я как раз вот с утра для вас Напекла блинов Обращайтесь Стол, конечно, богатый, но, к сожалению От блинов откажусь Рассказывай, что случилось Влад, такая история у нас Я ращу одна Ванюшу Его всего 8 лет, а он уже пережил просто невероятную трагедию У нас 3 года назад погиб папа Ваня Мои соболезнования Спасибо А потом у него, короче, сложная операция была на сердце Ну, я думала, что, конечно, не переживу, если что-то случится У нас родственников нет, все на мне Я просто без выходных в магазине работала, чтобы хоть как-то расплатиться Операция дорогая, лекарства дорогие Чтобы хоть как-то расплатиться Мы просто еле с концами сводим Ванюша очень хотел собаку Он как-то увидел в фильме «Маска» Майла этого, Джек Рассман Есть такая симпатичная собачка И он просто грезил о собаке И все время просил «Мамуля, я так хочу такого песика» Ну, я решила, что отдам последние деньги, но порадую ребенка И мне попадается объявление как раз о продаже Точно такого же песика, как в этом фильме Прям с такими же даже пятнышками Не помню, где оно было Но я перешла по ссылке И дальше уже звонила продавцу по телефону Зовут его Андрей За собакой я приезжала к нему домой Значит, я приехала Ну, все вроде бы нормально Собачка с документами Здоровая, веселая, все Правда, она такая, знаете, еще пес-подросток такая была Он говорит, ну, что даже хорошо, что он Она, вернее, не совсем маленький щенок Потому что она же хоть немножко дрессированная Все-таки активная порода такая Вот я сейчас вам покажу Я какой-то чудесный пес Вот она шумеечка 30 тысяч заплатила Да, красивая собачка И отдала я наличные Потому что он меня сразу предупредил по телефону Чтобы я привезла с собой деньги Наличные Ну, короче, деньги я отдала 30 тысяч Убрала собаку Все хорошо Поехала домой Спустя неделю Происходит вообще невероятное Подходит ко мне на улице девушка Бежит к собаке Зовет ее Вот по имени Леа Леа Хотя мы вот назвали щенка Мия И собачка радостная бежит к ней Откликаясь на эту кличку Она начинает ее целовать Обнимать Я не могу понять, что происходит Она мне рассказывает Что у нее, видите ли, две недели назад Эту собаку украли Она везде разместила объявления Показывает мне соцсети свои Там прям вот на первой странице Вот это вот объявление О поисках этой собачки И очень-очень много Десятки фоток С этим маленьким щеночком Она еще прям вообще там Еще совсем маленькая Но все совпадает Каждая пятнышка Ну то есть доказательство Практически стопроцентное, да? Ну конечно Собака сама и на нее Отреагировала На кличку откликается К ней ластится, понимаете? Ну нет сомнений, что это ее щенок Так, и что произошло дальше? Начала звонить продавцу Телефон уже недоступен Я отдала ей собаку, конечно же Подожди, то есть Ты не вызывала полицию Просто под фотографией отдала собаку? Ну а что я полиции предъявлю? У меня чеков нет Какие у меня доказательства? У меня переписки даже нет с продавцом Мы с ним только по телефону общались Я ездила несколько раз По этому адресу К нему домой Где я забирала собачку Никто мне не открывает Ну я слышу, что как будто Кто-то там есть за дверью Ну и Андрей, и Андрей Ну тишина Никто вообще не открывает То есть за дверью кто-то был А что-то как будто Да, дверь не открывает Нет, и никто не отзывается Ну все, все Успокойся Это собака, понимаете? У ребенка врожденный был порог сердца Он пережил сложнейшую операцию Врачи сказали, что нужны положительные эмоции Я купила эту собаку Ребенок радовался Он просто на глазах, понимаете? На поправку пошел Знаете, вот я не хотела говорить На самом деле не было у меня этих 30 тысяч Эх, кредит взяла Так Чтобы ребенка порадовать А теперь, понимаете? Ни денег, ни собаки И у ребенка горе Помогите нам, пожалуйста Я боюсь реально Я постараюсь, Оль, помочь Ты говоришь, что ездила к этому заводчику А скинь мне, пожалуйста, его адресочек И телефон Я понимаю, что он не отвечает Но на всякий случай Ну все, все, не плачь Все будет хорошо Угу Получил Все, давай, провожай нас Может, все-таки Чай, а потом Нет, дорогая моя Нет времени Провожай Спасибо вам большое, что решили нам помочь Спасибо Скучаешь, Вань, по собачке-то? Да Давай, постараюсь помочь тебе Не веши нос Спасибо большое До свидания Счастливо У меня были основания полагать Что с Ольгой поработали мошенники И разговор с ней Мои подозрения Подтвердил К сожалению Домашние питомцы Это отличный предмет Для манипуляции Ведь они же безмолвны С ними нельзя поговорить Их нельзя допросить Привет, Влад Здорово, Феликс Ну что там с квартирой Я тебе адресочки отправлял Смотри, владелец квартиры Юрий Евгеньевич А какой-нибудь Андрей там фигурирует В качестве прописанных родственников? Нет, знаешь, никакого Андрея не фигурирует Понятно Что с телефоном? По телефону все кисло Понятно Ладно Давай сделаем вот как Ты там посмотри в интернете Может быть, есть какие-то похожие случаи Попробуем ниточку поискать на аналогиях Давай, да Попробуй что-нибудь раскопать Давай, пока До свидания Так, а мы поедем в адрес А вот как проникнуть в квартиру Где хозяин не открывает Ну, я придумал по дороге Миха, Миха, вытянут открыть? Да, на связь, Влад Там в общей папке есть адресок квартиры Хозяин, скорее всего, просто так не откроет Нужно найти какой-то креативный способ Чтобы чувак открыл дверь Хорошо, что-нибудь придумаем Тогда встретимся в адресе Принято Ванюша очень хотел собаку У ребенка врожденный был порог сердца Он пережил сложнейшую операцию Вот наша мечка 30 тысяч заплатила Подходит ко мне на улице девушка Бежит к собаке Я не могу понять, что происходит Она мне рассказывает, что у нее, видите ли, две недели назад Эту собаку украли Я отдала ей собаку, конечно же Ездила несколько раз по этому адресу К нему домой, где я забирала собачку Никто мне не открывает Но я слышу, что как будто кто-то там есть за дверью Так, а мы поедем в адрес А вот как проникнуть в квартиру Где хозяин не открывает Ну, я придумал по дороге Миха, Миха, где тебя искать? Я тут на лестничной клетке Поднимайся на трех этаж Все, мы идем Здорово Здорово Слушай, короче, чувак там прошаренный Он, конечно, не откроет Все, что ему надо сказать, ты знаешь Ну, мол, там оплачено, адрес такой-то Хорошо Поставь перед дверью, чтобы он это видел в глазок Хорошо, понял Спасибо, так рад, что я Легко, держи, радость Спасибо Противно Звони Чему я молодежь учу Как в это проникать Здравствуйте, доставка продуктов Я ничего не заказывал Слушайте, не знаю, почему вы не заказывали У меня указан ваш адрес и все оплачено Я еще раз говорю, что я ничего не заказывал Так, ладно, я оставляю Сами решайте Здорово Чего такое Ты мальчишку обманул, маленький Какой мальчишка После операции собаку ему впарил Краденую, не стыдно Как мне собаку У меня нет никаких собак Ну, о чем говорите-то А мы сейчас проверим Стоять ровно Стоять ровно, я сказал Сейчас отправлю женщине Матери этого Вани Извини, она тебя не узнала Извини, Юр Ну, ой, хотя бы кто такие-то Меня Влад Чижов зовут Это моя съемочная команда Проект решал на канале В этой квартире мужик какой-то Продал ему собаку Собака краденая Объясни мне, а как здесь оказался мужик? Мошенник Я вообще квартиру сдаю Когда я уезжаю на дачу Посуточно Ну, ты документики фотоешь Ну, я фото, но на этот раз Не получилось То мне голову заморочил Что типа, там, паспорт потерял В общем, повелся я на деньги Эх ты, маячок Ну, а что на этого мужичка есть? У меня телефон есть Давай Ну, я когда звонил, когда надо Он мне алло совершенно Мне отвечает У меня есть такой номер Он действительно не алло Ладно, Юр, прости за вторжение Извини Давай, мы поехали А пакет? Доставь себе Там, к чаю Там, печенье, нормально Да Тупиковая история Ничка оборвалась Так, а Фелик, кстати, сообщение пишет Интересно Видео в общей папке Ну, давай посмотрим В круг Ты мой родной Я нашла тебя Ты мое солнышко Что-то похоже Собачка маленькая, другая Оказывается, в интернете Такие случаи были Но сейчас отправлю Видео Ольге Возможно, она ее узнает Тут всякое возможно Может, это разные люди Занимаются одним и тем же Так, отправить Дай-ка я Ольге наберу Теперь Да, Влад? Оля Я там отправил ссылочку На видео Глянь, пожалуйста Да, Влад Сейчас посмотрю Влад, да Это та самая женщина Которая забрала у меня собаку Но собака другая То, что собака другая Я тоже вижу Значит, мы на правильном пути Оля, я попозже позвоню Хорошо? Хорошо Мы на правильном пути О чем это говорит? Это говорит о том Что киняк этот системный И собаки как минимум две Будем копать дальше Да, Влад Феликс Видео, которое ты отправил Оказалось очень полезным Спасибо тебе большое Ладно, я рад, что тебе понравилось Слушай, найди самый лучший ракурс Этой девицы И собери на нее досье в интернете По всем параметрам Включая соцсети Окей, понял тебя Работаем Спасибо, дорогой До свидания Все, поехали Вот наша мечка 30 тысяч заплатила Подходит ко мне на улице девушка Бежит к собаке Я не могу понять, что происходит Она мне рассказывает Что у нее, видите, две недели назад Эту собаку украли Я отдала ей собаку, конечно же Ездила несколько раз по этому адресу К нему домой Где я забирала собачку В этой квартире мужик какой-то Продал ему собаку Я вообще квартиру сдаю Когда я уезжаю на дачу Оказывается, в интернете Такие случаи были Ой, мимо, я нашла Феликс, собери на нее досье в интернете Помимо прочего Феликсу удалось выяснить вот что У этой девицы собаки две А еще две фейковых странички В социальных сетях Почему две? Да потому что под каждую собаку Своя страничка И на этих страничках Фотографии с собакой А потом объявления О пропаже этой собаки Короче, все продумано Для поддержания легенды Но мы нашли Еще кое-что интересное Это же лицо Мы нашли на сайте Одной компании В салонах красоты Там под фотографией Было написано Мастер маникюра Первого разряда Даша и Миша Тут же поехали В этот салон красоты И установили За этой девицей наблюдение Вон вышла наша красавица Потеряла что-то Соесть, наверное Соесть, наверное Выяснилось, что эта любительница породистых собак проживает за городом, в частном доме. И неплохо было бы выяснить, там ли она содержит своих собачек. К тому же, вдруг нам повезет, и она выйдет на связь со своим подельником. Миша и Даша установили камеры. Сделали они это виртуозно. Чуть-чуть поближе. Да. Все. О, Зимка. Я готова. О! Ты что, дебил, наделал? Тебе дороги мало? Девушка, извините, машину пропускал, не рассчитал, скользко. Зацепил. Ну, чуть-чуть. Ничего, извините. Ну, посмотрите, здесь вообще почти ничего не видно. Так вот царапина, что нету, дебила, кусок. Ну, где вы видите, там царапина. Вот царапина, ты не видишь? Да как не видно? Это просто так не отставим. Ты что, серьезно, что ли? Ну, давайте тысяч пять дам. Ты что, ты прикалываешься? Такие копейки предлагаешь? А сколько? Да сколько? А за моральный ущерб? Полтос давай. Полтос? А ты как хотел. В доме мы обнаружили две клетки. В одной находилась собака Ольги. А вторая клетка была пустая. Это значит, что собака находилась у какого-то нового хозяина. И мошенническая схема была в работе. К сожалению, новый хозяин даже не подозревает, что хозяин он временный. И в скором времени мошенники легко и просто освободят его от собаки. Для этих негодяев собака не друг человека, а всего лишь расходный материал. С помощью собак они тупо зарабатывают деньги. Ну а что вы ее тут поставили? В смысле что поставил этот дом мой? Ну я рад. Где дороги здесь навал? Да говорю, пропускал машину, видите, как узкая. Да пропусти где-нибудь в другом месте. Неужели не видно, тачка стоит здесь нормально припаркованная? Да нету другой дороги, только здесь. Я тебе сказала, давай гони Балтос, иначе я напишу на тебя заявление. Будешь судиться, будешь ходить по судам. Ну давайте хотя бы не Балтос, может тысяч тридцать. Ты со мной торгуешься? Да нет. Нет, ты со мной торгуешься. Ну пятьдесят много просто. Нет, Балтос нормально. Зай, ну я все сделала, все нормально, можем ехать. А что случилось? Поехали. Да ничего. В смысле ехать? Все, что едем? Ты парень, дебил, ездить не умеет. Да нормально, ничего там нет. Да я вообще даже не дотрагиваюсь, посмотрите, видите расстояние. Что, нету? Я сказала, давай платить. Вы куда поехали? Девушка, я все сфоткал, здесь ничего нет. До свидания. Я сказала, по те номера запомнила, вот царапин. Девушка, успокойтесь, нет никаких царапин. Все, обращайтесь, куда хотите. Вы что, охренели, что ли? Отойдите с дороги, пожалуйста, а то задену. Я сказала, я не сужу вас. Какого крена? Я сказала, вернитесь сюда. Не, вообще, вообще, вот с объема ее, может, да? До свидания. Ты такой воспитанный. Молодец, я это выберну. Постарался. И после установки камер нам удалось посмотреть, а что же происходит в этом доме. Заяц, ты? Да, привет. Привет. Есть будешь? Ну, конечно. Пельмени сварить? Конечно, когда я от пельмени отказывался. Изображение этого паренька я отправил Ольге. И в нем она опознала Андрея, который продал ей собаку. Но теперь вам понятно, что этот Андрей на какой-то левой арендованной квартире продает собаку новому хозяину. А его подельница потом разыгрывает сцену, что нашлась собачка, украденная накануне. Андрюш! Да? Ты завтра дома? Да. Хорошо устроился. Мне в салоне еще завтра три клиентки принимать. А после обеда надо к этой ехать. Забыла, как ее зовут. Короче, к курице надо собаку забирать. Ты покупатель нового нашел? Да, я вот сейчас с одной переписываюсь. Она почти клюнула. Ой, хоть какая-то от тебя польза. А то я уже не знаю, я вся устала. Короче, по словам этой аферистки Ирины, завтра состоится очередной спектакль по нахождению украденной собачки. Пропустить эту премьеру мы никак не можем. И уже ко всему подготовились. Надо как-то прекращать этот конвейер по фиктивной продаже собак. Ведь наша основная задача не только закрыть эту лавочку, но и вернуть собаку ребенку. Вот наша мечка 30 тысяч заплатила. Подходит ко мне на улицу девушка, бежит к собаке. Я не могу понять, что происходит. Она мне рассказывает, что у нее, видите, две недели назад эту собаку украли. Я отдала ей собаку, конечно же. Оказывается, в интернете такие случаи были. Выяснилось, что эта любительница породистых собак проживает за городом, в частном доме. А после обеда надо к этой ехать. Надо собаку забирать. Изображение этого паренька я отправил Ольге. И в нем она опознала Андрея, который продал ей собаку. Миша, Даша, на связи. Да, Влад, на связи. С Ириной наблюдаете? Стоит, видно, поджидает. А мы ее поджидаем. Так ясно. Короче, я подвигаюсь к ее дому. Как только все запишите, вяжите эту мутмазы и встречаемся там. Все, договорились. Арчи, Арчи, ты мой хороший. Девушка, что вы делаете? Иди ко мне, Арчи. Девушка, это моя собака. Я очень скучала по тебе. Ну как? Девушка. Иди скорейте, ты мой хороший. Начинается, походу. И собака такая же, как на видео, что Влад прислал. Посмотрите, это мой Арчи. Вот, вот здесь вот мы на площадке гуляем. Вот здесь вот он у меня маленький. Эти пятнышки такие. Я думала, и не найду. Девушка, девушка, вот, посмотрите. Вот, пятнышки. Ну, вот он, этот горючок. Браво. Я практически слезу пустила. Собаку поставила? Че? Я сказала, собаку поставила на пол. Вы что тут делаете? Что, преследуете меня? Это моя собака. Это моя собака. Я ее купила. Все правильно. А вы знаете, что здесь происходит? Эта женщина-мошенница. Что ты несешь? Нет, я говорю правду. Эта женщина-мошенница, которая разыгрывает вот эту драму «Я хозяйка собаки». Нет, на самом деле, на самом деле, собака действительно ее. Но пользуется она этой собакой ради своей наживы. Поэтому собаке будет лучше с вами. Так что собака ваша. Че ты несешь? Руки убери. Не дергайся. Не смей трогать меня. А то что? Меня в тюрягу загремишь. Сейчас. А, серьезно? Ира, в тюрягу загремишь ты. Че ты несешь? Действия. Сказала, не трогай. Нет, мать. Тихо, тихо, тихо. Вы меня всех грядет. Спасибо вам большое. Все, не успокойтесь, собака ваша. Успокойтесь, успокойтесь. Все у меня тут получите. Все, прям все. Два руки убери, красава. Убери руки, сварьи. Пойдем, пойдем. Все, угомонилась. Все, поехали. Все, все, все. Влад, выйди на связь. На связи, Даша. Мы взяли эту дамочку, выдвигаемся к тебе. Отлично. Что у вас? Спасибо. Руки убрали. Убрала, я сказала, руки. Тихо, тихо, я сказал. Я засужу вас всех. Не смей прикасаться ко мне. Я сказала, не смей прикасаться. Гребаные. Вы у меня все сядете здесь, ясно? Я сказала, все сядете. На меня смотри. На меня смотри. Да. Ой, пацаны. Вот так хорошо. Все? Тишина, благодать. Прекрасно. Ниш, что там с Ольгой? Сказала, едет, через 10 минут будет уже. Давай сделаем так. Ты ее дождись, мы уже ждать не можем. Будем заходить. Все, понял. Ну, пойдем. Красота. Самое время. Непонятно. Тихо. Кто это? Что творите? Вы кто такие? Вы кто? Что делать? А ну-ка, стой. Ты понимаешь, что вы наделали? Собака для ребенка. Последний лучик на выздоровление. А вы собаку в нее забрали. Это ошибка, вы меня с кем-то перепутали. Я тебе сейчас знаешь, что сделаю за ошибку? Понял меня? Все, я больше не буду. Больше не будешь ты. Заходи, Оля. Да что же вы за гады такие, что вы творите, а? Вы же больному ребенку собаку сначала дали, потом забрали. Вы не представляете, какое горе для него это было, когда вы его отняли. Боже мой. Милочка, а ты бедная, господи. Лежать. Маленькая моя, маленькая девочка моя. Привет, привет, моя хорошая. Да, ты меня узнала, узнала меня. Вот, мы сейчас поедем к Ване, да, к Ванечке поедем. Пойдем, 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 мой хороший, пойдем. Пойдем, девочка моя, девочка моя. Спасибо вам большое, ребята, Влад, спасибо большое. Вы не представляете, как Ваня счастлив будет. Господи, а можно я поеду уже побыстрее обрадовать сейчас? Держи скорее, я тебе подарок от нас. Спасибо. В принципе, неплохой поводок. Спасибо большое. Ты же тебе везет, Ваня, привет. Спасибо, обязательно. А что ты мучишь? Что ты мучишь, ты не пойму. Сказать что ты хочешь? Ты что, дурак, зачем ты собаку отдал? Это просто телевидение, они ничего нам не сделают. Ты серьезно? Серьезно. Давай-ка ее в клетку нахрен. Руки убери. А ну, пошла в клетку. Давай, давай. Да какая клетка? Вы что, прикалываете, что ли? Я не полез туда. Я в клетку полез сам, а то сейчас засуну. Вы что за лизверги? Мы с голоду сдохнем. Вау, это не проблема. Это я тебе сейчас все поправлю. До завтра тебе хватит. Чего вы над людьми-то издеваетесь? А вы как издевались над собаками, над ребенком. Давай сюда, Миссику, жить захочешь, съешь. Мужик, ну хорош. Да, я хорош. Это правда. Ты все уже. Да мы поняли. Все, сидите ровно. Да, мужик, это несерьезно. Но мы люди. Да ладно, люди. Странно. А поступаете как нелюди. А как мы вылезем-то отсюда? Короче так, если тебе умник повезет, и ты перегрызешь часа за три-четыре вот этот вот хомутик, то останешься в живых и подружку свою освободишь. Все, отдыхайте. Отдыхайте. Рус, вернись. Приятного аппетита. Давай, что ли, я тут сужу вас. Неадекватные какие-то. Я сказала, вернись. Идиоты. Я вот вспоминаю, как эта собачка бедная трусилась. Мне так жалко этих собак. Это ужас. Каждый раз привыкать к новому хозяину. Представляешь, какой стресс для животного. Ну, я думаю, что собаки, как люди, доброта и забота сделают свое дело. Поэтому собака признает нового хозяева. А как вообще теперь собак-то покупать? Ну, с породистыми собаками все понятно. Надо проверять документы, проверять заводчиков. Опять же, если у собаки зашит чип, на чипе прописана вся информация о собаке. Другой вопрос. Когда собака беспородная, тут, конечно, надо доверять своей интуиции. И по закону отстоять свои права будет невозможно. Но есть очень правильный путь. Собаку надо брать в приюте. Вот точно никаких проблем не будет. Вот как-то так. Я сейчас денежку пополню. 65 тысяч. Банк, что ли, деньги зажал. В большом городе внимание терять никак нельзя. Вы пин-код вводили? По-моему, нет. По-моему, нет. Давайте я вам сейчас верну деньги. Говорите свой номер. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Один мой подписчик прислал мне сообщение, где он описал досадное недоразумение, в которое он вляпался в банкомате. И я решил, что вам тоже будет полезно об этом узнать. Как это работает, сейчас узнаете. А поможет мне хорошо организованное преступное сообщество? Шучу. Даша и Миша. Ребята, я на месте. Начинайте работать. Я пошел. Ой, извините, пожалуйста, я что-то даже не заметила, как я вас воткнулась. Я вас не сильно задела, нормально? Нет, все хорошо. Все хорошо. Я сейчас засмотрелась в телефон и вот. Вы думаете, Даша случайно, что ли, папку уронила? Да нет, конечно. Ее неловкость – это хорошо отработанный трюк. Все для того, чтобы отвлечь внимание пользователя банкомата. Я абсолютно виновата перед вами. Я не должна была вас запевать. У Миша моя карточка, и он специально оставил сессию незакрытой, в надежде на то, что следующий пользователь банкомата будет невнимательным и пополнит счет уже моей карты. А пареньюк-то молодец, внимательный, молодое поколение не проведешь. Он закрыл предыдущую сессию и открыл свою, ввел пин-код. Молодец, так держать. Здравствуйте, пожалуйста. Только место, я такая неуклюжая. Поможете мне собрать это все? А то я сейчас своим пальто сейчас протру весь пул. Сейчас помогу вас. Извините. Спасибо вам большое, простите. Наверное, идешь. Ну да, типа того. Папочка красивая. Ой, извините, на телефон звонит. Извините, пожалуйста. Спасибо. Там освободилась. Алло, алло, Люсь. Привет. Привет, Люсенька, да. Смотри, я сейчас денежку пополню. 65 тысяч. Да-да-да, я-я-я. Сейчас. А вот этот мужчина, кажется, попался. Заболтался по телефону. Плюс Даша своим трюком отвлекла его внимание. Так, 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 не понял. Что случилось? Так, сейчас банк, что ли, не кинете, вдруг зажал. Да? Я не понимаю, да. А что, почему вы так решили? Смотрите, если нет четыре цифры, я плохо вижу. Да, хорошо, конечно. А, господи, а? Четыре восемь девять пять. Возьмите. Что такое? Ну, боже, я не знаю, что делать. Банк, наверное, отзвучить сейчас все. Ну, звоните, конечно. Я-то могу пользоваться? Пользуйтесь, пожалуйста. Пользуйтесь. Займайтесь этим. И ведь самое ужасное, по законам эти деньги не вернешь. Ведь это же вы проявили невнимательность и перевели деньги на чужой счет. Ладно, пойдем поможем этому мужчине. Объясним, что в большом городе внимание терять никак нельзя. Ну, пока что, что там говорят? Вы дозвонились? А, нет, нет, ничего не говорят. Здравствуйте. Чего пытаетесь в банк дозвониться? Здравствуйте. Ну, сейчас такое время, придется, наверное, минут десять дозваниваться. Извините, а вы кто? Вы говорите, о чем вы снимаете? Ну, давайте, я представлюсь. Меня зовут Влад Чижов. Я снимаю проект, Решал на канале Чай. Проект о мошенниках. А что у вас случилось? Да, вот, вот, деньги куда-то ушли. Вот пришел чек, а цифры не мои. Я даже не знаю, что делать. То есть деньги на карточку не поступили? Да, не поступили. Ну, давайте я попробую вам помочь. Может быть, как-то попробуем вспомнить, что произошло? Ну, я, в общем, подошел к банкомату. Там было написано, да, внести средства. Я внес. А потом в чек смотрю, а там не мой счет. Не ваш счет. Да, и... Давайте немножко пошире посмотрим. Что вокруг вас происходило, когда вы пытались внести деньги? Не волнуйтесь, пожалуйста. Вот что вокруг вас происходило? Ну, я стоял. Передо мной стоял мужчина какой-то. Я со спины его видел, не знаю. Сзади девушка в меня врезалась. Да, вот эта девушка. Вот, я ей подобрать помог. Тут Люся позвонила. Там уже это не важно, уже... То есть у вас никак не сложились вот эти пазлы в единую картину, что и парень не случайно, и девушка вам помогла отвлечься, да? Да нет, конечно. Как мне может сложиться, если симпатичная, тем более. А как ты умеешь отвлекать людей? Извините, пожалуйста. Ой, извините, давайте... Простите, я совершенно... Ну, давайте я вам раскрою глаза на происходящее. Парень, который стоял у банкомата, отрыл сессию, но только свою. Как так? Ну, давайте вспомним. Вы пин-код вводили? Пин-код? По-моему, нет. По-моему, нет. Чего? Подходи, Миша. Ой, господи. Вот это ваша невнимательность. Миша специально открыл сессию. Девушка Даша помогла вам отвлечься, чтобы вы не обратили внимание, что сессия не ваша. Вы увидели надпись, которая вам была нужна. Внесение средств. Только не на вашу карту, а на мою. Давайте я вам сейчас верну деньги. Говорите свой номер. Господи, я уже забыл. 80... Секунду. Сейчас. Так, 80... 375... 51... Григорий Викторовичка. Да, да, да. 65 тысяч отправил вам. Ох, пришли. Только я не могу понять, для чего вы это делаете. Да, я чего-то, что-то, кому-то что-то обидел кого-то или что-то. Ну, я же нормальный человек. Я иногда делаю такие подставы для людей, для того, чтобы объяснить, что в большом городе нельзя расслабляться, нельзя отвлекаться. Мошенники этим воспользуются и отберут ваши деньги. И хочу вас попросить, можно я покажу вот это в своей программе? Меня в вашей программе? Ну, а почему нет? Да нет, ну, как-то... Денежки, которые вы положили на мою карту, это что, зарплата? Пенсия? Ну, это сбережения. Я долго собирал, копил. Тяжело достаются? Да, конечно, тут пахота невозможная. А теперь представьте другого трудового человека или пенсионерку, которая не знает вот этих вот мошеннических уловок и потеряет все свои сбережения. Может, все-таки можно показать? Ну, зарплата. Тем более деньги я вам вернул. Да, ну... Спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо. Вот сейчас... Не попадайте больше. Да, пойду Люсе позвоню. В общем, спасибо вам большое. До свидания. Я пошел, до свидания. Миш, ну выдаюйся. Работайте как прям хорошо. Подержишь? Миш, ну что ж такое? Ну, пока она отвлекает внимание, нам тоже время летели. На связи. Счастливо. Я думаю, что это гаджеты виноваты. Вот люди отвлекаются, и все, и все. А ты что думаешь? Я чуть-чуть думаю. Скажу честно, Григорий Викторович попался нам, конечно же, не сразу. Большинство людей были внимательны и закрывали предыдущие сессии. Попался даже один ушлый, который, увидев, что сессия не закрыта, попытался списать деньги с нашей карты. Но вы должны помнить, что хорошо, если вокруг вас будут приличные люди, и напомнят вам, вы забыли деньги в банкомате, вы не закрыли сессию. Но если будет какой-то неблагонадежный тип, будьте уверены, деньги вы потеряете. Так что в большом городе внимания не теряйте. Сайты бесплатных объявлений по продаже всевозможных товаров действительно очень популярны. И не только у обычных граждан, но и у мошенников. Там есть где разгуляться, ведь ты остаешься анонимным. Моя подписчица Ирина рассказала мне, как она на таком сайте потеряла деньги, покупая товар бывшего употребления. Здравствуйте, Влад. Меня зовут Ирина. И я стала жертвой мошенников. Дело в том, что я обустраиваю свою квартиру. Денег на новую мебель у меня нет, потому что у меня ипотека, долгов выше крыши. Поэтому решила взять бэушную. Присмотрела себе диван. По фото и обзорам он совершенно новый. И цена приемлемая. Я, конечно же, согласилась, я, конечно же, загорелась. Я созвонилась с продавцом. И мы договорились, что на следующий день я его покупаю. И вот я ложусь спать. Мне звонит снова продавец и говорит, что у него появился очень настойчивый покупатель. Что он прямо сейчас может забрать этот диван. И что он не хочет меня обманывать, но он не хочет быть и в дураках, потому что ни меня, ни его он не знает. Как залог, скиньте мне пару тысяч рублей за этот диван. И я буду уверена, что меня не обманут. Иначе этот настойчивый покупатель придет, и я ему сейчас отдам этот диван. Я ему скинула две тысячи рублей. И телефон у него не отвечал больше. Скажите, пожалуйста, как распознать таких аферистов и как больше не попадать в эти истории? Можно было бы, конечно, дать радикальный совет не платить деньги ни в коем случае, пока не увидите товар, не пощупаете его своими руками и не проверите его качество. Но, к сожалению, мир – это не только черное и белое. В мире существует полутона. И разумнее было бы посоветовать вот что. Любой продавец на такой платформе имеет свой рейтинг. Вы должны посмотреть, как давно зарегистрирован его аккаунт, какие у него отзывы и рейтинги. И если аккаунт – однодневка, понятное дело, что это повод задуматься, что доверять ему нельзя. А если у аккаунта положительные отзывы, он давно зарегистрирован, но, наверное, есть смысл повысить уровень своего доверия. Опять же, вы всегда можете забить телефон продавца в поисковик и почитать отзывы, что о нем говорят люди. Но в любом случае вы должны помнить, что риск всегда остается. Есть мошенники, которые красиво расписывают вам товар, дают удивительно выгодную цену, но у них другая задача. У них задача взять у вас аванс и раствориться. Субтитры создавал DimaTorzok